Имя Антонио Страдивари известно всем. Второго такого мастера история музыкальной культуры просто не знает. Ему удалось проникнуть в самую природу звука и создать скрипки, подобных которым до сих пор не было и нет. Одна из скрипок работы Страдивари принадлежала королеве Бельгии Елизавете. Уникальность этого инструмента в том, что это одно из немногих ранних творений гениального мастера. Королева Елизавета завещала этот бесценный инструмент Давиду Ойстраху в знак восхищения его талантом. Когда великий музыкант умер, скрипка Страдивари была передана его семьей Музею музыкальной культуры имени Глинки. Этот уникальный инструмент стал одной из наиболее ярких жемчужин в коллекции музея. Но только до весны 1996 года. 25 мая 1996 года средства массовой информации сообщили невероятное известие. Из Государственного центрального музея музыкальной культуры имени Глинки похищена скрипка работы Антонио Страдивари. Вместе с ней исчезла скрипка другого известного мастера, якобы Штайнера. Вся музыкальная общественность мира была потрясена этим сообщением. Расследование возглавил исследователь 3-го РУВД города Москвы Любовь Настенко. Оперативная поддержка была поручена заместителю начальника 9-го, так называемого антикварного отдела МУРа, Виктору Государеву. Сразу же был составлен план оперативно-следственных действий. Осмотр места происшествия показал, что проникновение было совершено квалифицированным. С двери служебного входа преступники сняли навесной замок, а на всех дверях по пути к экспозиционному залу была отключена сигнализация. Но то ли от волнения, то ли в насмешку, на месте преступления похитители оставили орудие взлома. Гвоздодер. Больше никаких следов не было. В первую очередь оперативники, вооруженные специальной видеотехникой, отправились в антикварные магазины и места сбора любителей старины. Там можно было обнаружить, если не сами скрипки, то хотя бы какую-нибудь информацию о них. Сыщики действительно узнали немало интересного о многих находящихся в розыске предметах старинное искусство, но только не о скрипках. Среди жильцов дома, расположенного вблизи музея, оперативникам удалось отыскать женщину, которая, прогуливаясь с собакой в ночь похищения, видела двух странных парней с большой сумкой. Вы знаете, я с собакой выхожу гулять очень поздно. Ну, часа в два ночи. И прохожих мало. И вот на двух молодых людей, которые шли с той стороны, с большой такой сумкой черной, я обратила внимание сразу. Ну, вот что-то у них в поведении было такое настораживающее. Ну, описать я их не могу, конечно, было темно, но я их при встрече, наверное, узнаю. Неожиданно поступила информация о том, что скрипка Страдивари появилась в Санкт-Петербурге. Государев отправился в Питер. Там выяснилось, что действительно, к одному из питерских оценщиков антиквариата обращались какие-то люди по поводу возможной стоимости скрипки Страдивари. Они были явно заезжие, и оценщик, предложив прийти за ответом через пару дней, на всякий случай позвонил в милицию. Но посетители больше не появились. Параллельно отрабатывалась версия о причастности к похищению сотрудников музея. Кто лучше них мог ориентироваться в планировке музейных помещений и в ценности экспонатов? Именно в это время в кабинете директора музея раздался телефонный звонок. Незнакомый мужской голос предложил вернуть украденные скрипки за крупный выкуп. Он требовал за оба инструмента 3 миллиона немецких марок. Параллельно в редакцию газеты «Московский комсомолец» неизвестными были присланы фотографии похищенных скрипок. Телефонные переговоры под видом работников музея взяли на себя сотрудники МУРа. Несмотря на то, что преступники втянулись в эту игру и звонили часто, задержать их не удавалось. Они всегда пользовались разными таксофонами и говорили не больше трех минут. Тогда запросили у них подтверждение подлинности скрипок. При очередном звонке похитители назвали номер ячейки автоматической камеры хранения белорусского вокзала, где оставлены доказательства того, что похищенные скрипки находятся у них. Ожидать можно было чего угодно. Ячейку вскрыли с соблюдением всех правил предосторожности. Там оказались видеокассеты с изображением скрипок, письмо и кронштейны, которыми крепились скрипки в витринах. Кронштейны были осмотрены экспертом музея, подтвердившим, что именно на них были закреплены скрипки. Несмотря на то, что изображение на видеокассете было плохим, скорее всего, она размагнитилась от хранения в ячейке, специалисты однозначно установили, что это похищенные из музея скрипки Страдивари и Штайнера. В письме повторялось требование выкупа. Три миллиона дочь марок купюрами по тысячу марок. Видимо, для компактности. Причем автор в конце письма даже проявил чувство своеобразного патриотизма. Иду на сделку с вами лишь потому, что искренне хочу, чтобы они остались в России. Игра продолжалась. Во время очередного звонка преступникам сообщили, что деньги им выплатят. По договоренности с руководством одного из коммерческих банков было решено устроить ловушку для похитителей. Были оформлены все необходимые документы и выделена ячейка в депозитарии банка. Похитители согласились взять из нее деньги и оставить там скрипки. Но то ли заподозрив неладное, то ли более тщательно оценив ситуацию, преступники в последний момент передумали. В депозитарии они не появились и звонки больше не повторялись. Казалось, что оперативники находятся в двух шагах от успеха, но фортуна от них отвернулась. Следствие решено было приостановить. Но для руководителя оперативной группы Виктора Государева горячие дни не закончились. Новое громкое преступление заставило на время забыть о скрипках. В ночь с 22 на 23 сентября была совершена крупная кража из Государственной публичной исторической библиотеки Российской Федерации. Были похищены 296 раритетных книг, в том числе 52 старинных рукописи. Среди них один из нескольких сохранившихся в мире экземпляров бесценного апостола Ивана Федорова. Следственно-оперативную группу возглавила старший следователь по особо важным делам следственного управления ГУВД Москвы, подполковник юстиции Лидия Захарченко. А проведение оперативно-розыскной работы снова было возложено на Виктора Государева. На этот раз он направляет своих сотрудников во все букинистические магазины и в отделы редких книг антикварных магазинов с подробными описаниями украденных раритетов. Расчет делался на то, что круг лиц, занимающихся скупкой и продажей старинных изданий, достаточно узок. Все они были взяты под контроль. Вскоре в одном из таких магазинов появились несколько книг из списка похищенных. По описанию работников магазина их принес на реализацию импозантный молодой человек. С этого момента в магазине постоянно дежурил сотрудник Мура. После нескольких дней напряженного ожидания молодой человек снова появился в магазине. Он привез еще несколько книг, украденных из исторической библиотеки. Получив сообщение об этом, Государев с группой тут же выехал к указанному магазину. Подъехав, они остановились в машине, наблюдая за входом в магазин. Сдав книги, молодой человек вышел и сел в свою машину. Он направился в сторону театральной площади. Муровцы последовали за ним. Подозреваемый оставил машину у гостиницы «Метрополь» и вошел в магазин «Антиквары». Как оказалось, он приехал, чтобы получить деньги за сданные ранее книги. Наблюдавшие за этим оперативники недоумевали. Как могли быть проданы книги из представленного им списка? Получив деньги, молодой человек вернулся в машину и поехал дальше. Наблюдение продолжилось. Автомобиль подозреваемого повернул на набережную, проехал по Маховой, Новому Арбату и вышел на Кутузовский проспект. Наконец, молодой человек въехал во двор одного из жилых домов по Аминевскому шоссе. Наблюдение за ним в большом жилом доме вести было сложно и рискованно. Тогда было решено провести задержание немедленно. Задержанным оказался преуспевающий коммерсант Яков Григорьев. Из его автомобиля было изъято шесть книг, похищенных из библиотеки. Еще восемь книг находились в магазине, откуда и были изъяты сотрудниками МУРа. Улики были налицо. Но Григорьев стал уверять, что приобрел редчайшее издание у какого-то неизвестного в Санкт-Петербурге. Более того, он спокойно сообщил, что дома у него еще есть такие же книги. Пока шел допрос, провели обыск в квартире Григорьева. Но никаких книг найти не удалось. Кто-то успел сразу после задержания вывезти их из квартиры. Это означало, что у Григорьева были сообщники. Предположение вскоре подтвердилось. В магазине «Антиквар Метрополь» обнаружили данные еще одного молодого человека, также сдававшего краденые из исторической библиотеки книги. На допросе он показал, что Григорьев уговорил его сдать несколько книг под свое имя за приличные деньги. Но привозил книги другой человек. Но самое интересное выяснилось, когда Григорьева повезли на следственный эксперимент, в библиотеку. Ее сотрудники признали в нем своего бывшего полотера. Правда, сказали, что он был принят без всяких документов. Но проработал Григорьев в этой должности всего три дня. Это были именно три дня перед кражей. Кроме того, работники библиотеки описали мужчину, которого однажды привел Григорьев и представил как сотрудника вне ведомственной охраны. Вместе с ним они осмотрели сигнализацию в отделе редких книг и что-то с ней проделали, объяснив, что должны поменять датчики. Под давлением неопровержимых улик Григорьев признался в совершении кражи из библиотеки. Я хватал книги наугад, первые попавшиеся. Но он упорно скрывал имя своего сообщника. События продолжали развиваться по непредсказуемому сюжету. Через несколько дней в МУР позвонил неизвестный и сообщил адрес охраняемой автостоянки, где их ждет сюрприз. Прибывшие на место оперативники не поверили своим глазам. В больших синих мешках находилась основная часть похищенных из библиотеки книг. Таинственный сообщник на этот раз открыто заявил о себе, но где его искать? Во время обыска в квартире Григорьева был обнаружен альбом с фотографиями, явно принадлежащий не ему. Тогда на это не обратили внимания. Теперь Захарченко решила предъявить его Григорьеву. Тот пояснил, что на снимках его товарищ по московскому высшему общевойсковому командному училищу Шайдуров, но к краже он никакого отношения не имеет. И все же Захарченко решила это проверить. Фотографии показали молодому человеку, через которого сдавали книги в магазин «Антиквар Метрополь». И тот опознал в нем именно того второго человека, который вместе с Григорьевым сдавал книги. Сомнений больше не было. Это и был подельник Григорьева Игорь Шайдуров. По месту постоянного жительства Шайдуров отсутствовал. Тогда он был объявлен в федеральный розыск. Дело о хищении из Государственной публичной исторической библиотеки подробно освещалось в средствах массовой информации. Следователь Настенко, проводившая расследование о краше скрипок, узнала об этом из теленовостей. Она сразу же обратила внимание на сходство почерка похитителей. Я когда увидела, это было вообще времечко тогда. И я прямо дома, вот находясь, говорю, господи, это же надо. Их сразу задержали, способ-то один. Проникновение в музей и в библиотеку было совершено одинаково квалифицировано. Также ловко были вскрыты замки и тем же способом отключена сигнализация. Государев, участвовавший в обоих этих расследованиях, поддержал ее предположение. Был проведен допрос Григорьева, на котором он категорически отрицал свою причастность к хищению скрипок. Тогда Настенко решила провести экспертизу записи голоса, зафиксированного во время телефонных переговоров с похитителями скрипок. В лаборатории фонологической экспертизы был получен неопровержимый вывод. Записанный голос принадлежал Григорьеву. Было проведено опознание. Свидетельница из дома, расположенного рядом с музеем имени Глинки, как и обещала, узнала преступника. И подтвердила, что именно Григорьев был одним из двух людей, которых она видела в ночь похищения. Отпираться больше не было смысла. Григорьев сознался в краже скрипок. Некоторое время он заявлял, что не знает, где в данный момент находятся скрипки, но в конце концов сознался, что они у Шайдурова, который ищет возможность переправки их за границу с целью продажи. Поиски Шайдурова продолжались. По всей стране были разосланы ориентировки с его фотографиями. Наконец, из уголовного розыска города Сочи пришло сообщение о том, что одним из инспекторов ГАИ за управление автомобилем без ремня безопасности задерживался человек по фамилии Шайдуров, что подтверждает составленный на месте протокол. Хотя вероятность простого совпадения была велика, Захарченко принимает решение направить туда опергруппу. Государев немедленно вылетел в Сочи. Были поставлены на ноги все сотрудники сочинского уголовного розыска. Проверяли всевозможные места появления Шайдурова. Гостиницы, рестораны, пансионаты. Искали даже на пляже. Наконец, в одном из кафе Государев заметил молодого человека, лицо которого он уже хорошо знал по фотографиям в альбоме из квартиры Григорьева. Это был Шайдуров. Когда Государев вывел его на улицу и объявил ему, что он сотрудник угрозыска, Шайдуров попытался оказать сопротивление, но был сразу же задержан. После бесплодных попыток запутать следствие, Шайдуров сообщил, что скрипки находятся у одного человека в селе на границе с Абхазией. Сотрудники уголовного розыска вместе с Шайдуровым направились туда. Ночью подъехали к указанному дому. Шайдуров позвал хозяина и попросил вернуть ему сумку, которую оставлял на хранение. Спустя несколько минут хозяин подал через окно большую черную сумку. Ее тут же открыли и увидели два больших свертка. Это и были скрипки работы Антонио Страдивари и якобы Штайнера. Скоро выяснится, что бесценные инструменты и раритетные книги были несомненно вершиной криминальной биографии Григорьева и Шайдурова. Но и до этого в их послужном списке было немало подвигов. Еще во время учебы в Московском высшем общевойсковом командном училище, более известном как Кремлевское, Шайдуров стал замечать, что одним в жизни дается все и без труда, а другим ничего. Внешне неприметный маленького роста, он часто становился объектом насмяшек своих сокурсников. Это положение вызывало противоречия с амбициями одаренного, образованного молодого человека. В это время он знакомится с Григорьевым. Они идеально дополняют друг друга. Высокий, симпатичный, уверенный в себе, Григорьев часто служит для Шайдурова защитой от нападок других курсантов. А там, где нужно поработать головой, Шайдуров помогает Григорьеву. В августе 1988 года, находясь на отдыхе в пансионате Дома творчества Суханова Союза архитекторов СССР, они совершили первую совместную кражу. В холле второго этажа они присмотрели канделябр со скульптурой Афины и бра на три свечи, представляющую историческую и художественную ценность. Поздно вечером во время киносеанса кремлевские курсанты проникли в неохраняемое помещение и похитили эти вещи. Мы взяли, каждый по предмету. Я, наверное, взял Жану Дарк. Ой, не Жану Дарк, а это... Канделябр. Канделябр, да. А мой друг Шайдуров Игорь Валентинович, наверное, взял бра, потому что он был болезнен. Похищенные удачно продали. Легкость и безнаказанность содеянного буквально окрылило их. Развал армии и резкое падение уровня жизни военнослужащих заставили Шайдурова с Григорием задуматься над правильностью выбранного пути. По окончанию училища они даже не получили распределения и должны были сами подыскивать место службы. В июне 90-го года неразлучные друзья решают расстаться с армейской службой и подают рапорты об увольнении из рядов Советской армии. Своё прощание с армейской жизнью Григорьев и Шайдуров решили ознаменовать посещением Центрального дома Советской армии. Проникнув по строительным лесам на второй этаж, они прихватили на память две антикварные керамические вазы. Впрочем, и память они затем выгодно продали. Вскоре они были приняты на работу в частную фирму, принадлежащую матери Григорьева. Теперь на всех знакомых они производили впечатление преуспевающих бизнесменов. Но никто не знал, чем именно они занимаются. То, что они всегда действовали только вдвоём и никого не посвящали в свои планы, позволило им почти 10 лет беспрепятственно заниматься кражами. Объектом их интереса была не какая-нибудь мелочь, а предметы антиквариата, дорогая одежда и аппаратура. Причём Шайдуров всесторонне продумывал операции, а Григорьев квалифицированно исполнял их. В августе 92-го года они совершили хищение из магазина модной одежды на Кутузовском проспекте. Григорьев проник в подвал, разобрал смежную с подсобкой магазина кирпичную стену и вынес меховых изделий на сумму свыше полутора миллиона рублей в ценах 92-го года. Шайдуров, привыкший загребать жар чужими руками, ждал его в машине. Все краденные вещи они успешно и бесследно сбывали. У них появились дорогие автомобили, они стали часто посещать рестораны, сауны, проводить время в обществе девушек. Красивая жизнь требовала всё новых средств. В мае 94-го года в городе Жуковском Московской области они проникли в помещение консорциума «Сфера» и украли профессиональные видеоаппаратуры на 70 тысяч долларов. Но в спешке они оставили один редкий коммутационный шнур, без которого часть этой аппаратуры использовать было невозможно. Директор «Сферы» позвонил всем торгующим профессиональной видеотехникой и попросил снять на видео того, кто придёт покупать такой шнур. Коллеги выполнили его просьбу. И вскоре в одном из магазинов на видеоплёнку был снят пришедший за шнуром Григорьев. Но бывшим курсантам вновь повезло. Розыск в Жуковском результатов не дал, а передавать дело в Мур не стали. Красивая жизнь всё больше затягивала. Григорьев увлёкся игрой в казино. Поначалу, как водится, ему дали пару раз выиграть. Эйфория выигрыша захватила Григорьева. Но выигрывать больше не приходилось. Долги росли. Шайдуров, как всегда, нашёл выход. Выход подсказанный ещё известными советскими билетристами. Друзья решили похитить из музея имени Глинки скрипку «Страдиварь». Предварительно побывали в музее, ознакомились с планировкой зданий и даже средь бела дня ухитрились отключить сигнализацию на дверях, ведущих от служебного входа. В ночь с 24 на 25 мая Григорьев проник в музей. Шайдуров, как обычно, ждал его на улице. Пробравшись в экспозиционный зал, Григорьев разбил гвоздодёром стеклянную витрину и снял с креплений скрипку «Страдиварь». Я сам не рассчитывал, что так быстро получится. Мне сразу пришла в голову мысль, что я могу успеть украсть ещё и вторую. Это и была скрипка якобы Штайнера, о ценности которой ему сообщили благожелательные сотрудницы музея во время его ознакомительного визита. Когда сработала сигнализация витрины, где хранились скрипки, дежурная просто отключила её. Она приняла сигнал тревоги за технические неполадки. Несмотря на интерес к антиквариату, реальной стоимости скрипок Григорьев и Шайдуров знать не могли. Продать скрипки открыто оказалось невозможно. Тогда они решили вернуть их в музей за выкуп. Поняв, что это провальный вариант, они стали искать покупателей, готовых на нелегальную сделку. Но в России таковых не нашлось. Поэтому решено было переправить скрипки за границу. Шайдуров начал прорабатывать канал переправки. Процесс затянулся. А потребность в деньгах не ослабевала. Тогда они совершили кражу раритетов из исторической библиотеки. Искусно вытравив библиотечные штампы, преступники успели сдать несколько книг на комиссию. Но как и в случае со скрипками, их погубила уникальность похищенного. По признанию Григорьева и Шайдурова, они совершили еще несколько краж. Одна из них была особенно удачной. Взломав пол в пункте обмена валюты при помощи домкрата, они похитили 400 тысяч долларов. Но из-за отсутствия исков со стороны потерпевших, эти факты не были подтверждены следствием. Поскольку первую свою кражу Григорьев и Шайдуров совершили, будучи курсантами военного училища, их судил военный суд московского гарнизона. Хищение скрипки Страдивари, Штайнера и кража раритетов из государственной исторической публичной библиотеки, это, конечно, можно смело назвать одно из преступлений, которое запомнится в 20 веке. И хотя суд приговорил Григорьева к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Шайдурова к 7. Словно по иронии судьбы, срок заключения для них закончится чуть ли не в один день. Ведь Григорьев был задержан на год раньше Шайдурова. А встретившись после долгой разлуки, приятели наверняка захотят наверстать упущенное в культурном развитии. Не исключено, что бывшие кремлевские курсанты посетят, наконец, и Кремль. Там, как известно, есть, что посмотреть. Например, Алмазный фонд, или оружейную палату.